Административная комиссия рассмотрела новые нарушения. Заседание Координационного совета. Открытие детского летнего лагеря «Созвездие». Какой восторг, какой успех. Приносит детям летний лагерь. Здоровье, радость, силы, смех. 1 июня в здании администрации прошло очередное заседание административной комиссии. Как жители Десногорска нарушают закон и что за этим следует – далее в сюжете. На заседании продолжился разбор дел о невыполнении требований, установленных правилами благоустройства. Активными гражданами Десногорска на рассмотрение комиссии было направлено 23 жалобы об административных правонарушениях, связанных с неправильной парковкой автомобилей. Административная комиссия всегда относится к рассмотрению очень структулезно, рассматривает те протоколы, которые есть, объяснения нарушителей, объективно рассматривает. И основная функция административной комиссии – это, конечно же, предупреждение правонарушения, профилактические мероприятия. Парковка транспортных средств в местах благоустройства и на участках с зелеными насаждениями – одно из самых часто совершаемых нарушений. Именно поэтому с января 2021 года сумма штрафа за него была увеличена. «Наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 40 до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 400 до 600 тысяч рублей». Придомовые участки с клумбами, тротуары и в особенности зеленые газоны становятся излюбленным местом для парковки. Иногда зеленые зоны настолько приведены в негодность, что отличить их от отведенных под парковку мест становится невозможным. «Семь лет тому назад на этом месте вы были возмущены и высаживали траву. А сейчас, после этого, через семь лет вы на это же место, где сами сели траву, ставите грузовую машину». Лица, нарушившие закон, но пришедшие на слушание для дачи показаний, получили минимальные штрафы. Гражданам, проигнорировавшим уведомления о безуважительной причине, штрафы были увеличены. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Деятельность Координационного совета, прервавшаяся в 2020 году из-за пандемии, вновь возобновилась. Первое заседание прошло 27 мая в администрации города. Встречу посвятили теме деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Их основная работа направлена на формирование у детей и подростков негативного отношения к табакокурению, употреблению спиртных, психотропных и других потенциально опасных для здоровья веществ. Серьезной медицинской и социальной проблемой общества является употребление наркотических средств, поэтому в городе также регулярно проводятся работы, направленные на пресечение их распространения. Одной из приоритетных задач комиссии по делам несовершеннолетних является пропаганда здорового образа жизни. Комплекс мероприятий охватывает все образовательные и внешкольно-учебно-воспитательные заведения. С 2020 года в городе действует положение о наставничестве над несовершеннолетними. Цель проекта – подбор взрослого, способного стать авторитетной личностью для ребенка, установить с ним взаимные доверительные отношения и быть для него положительным примером. В учете в комиссии составит 25 детей, за всеми подучетными закреплены наставники, это лица из числа педагогического состава образовательных организаций. Таким образом, обеспечен постоянный контроль за подростками, а также систематическое взаимодействие наставников и ребенка целью своевременной коррекции поведения. Также во всех образовательных учреждениях действуют волонтерские движения, школьные и спортивные клубы, досуговые секции, проводятся встречи и беседы. Все мероприятия направлены на правильное и доступное распределение досугового времени детей и подростков, а их эффективность значительно увеличивается, когда авторитетным примером для детей становятся их школьные товарищи. Самое ценное в данной работе то, что подростки-активисты личным примером пропагандируют здоровый образ жизни по принципу «сверстник-сверстнику». Успешность работ по профилактике напрямую влияет на качество жизни детей и подростков, поэтому подобная тема рассматривается на заседаниях регулярно. В группе риска, как правило, дети, не задействованные в дополнительных внешкольных организациях. Основная задача комиссии – максимально увеличить процент школьников, занятых внеурочной деятельностью. Виталий Волков, Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Деснатовы. Лето – долгожданное и любимое всеми детьми время. Но часто у взрослых возникает вопрос – чем занять ребенка? На помощь приходят детские лагеря. Они помогают организовать досуг детей и сделать месяцы отдыха активными и полезными. 4 июня состоялось открытие первой смены лагеря дневного пребывания «Созвездие» при Доме детского творчества. Почти 100 детей в возрасте от 7 лет проведут три недели в дружном коллективе «Сверстников». Этот лагерь я посещаю очень часто, потому что здесь очень интересно и мне весело проводить здесь свое время. Больше всего мне нравится общаться с друзьями, находить тут новых друзей. Тут очень веселые и классные ребята. В этом году в лагере сформировано 4 отряда, каждым из которых руководит двое вожатых. Для знакомства друг с другом ребята подготовили яркие плакаты и девизы. А вместе со своими наставниками продемонстрировали на сцене первые результаты совместной работы – вокальные и танцевальные номера. Но интересные праздники – только часть досуговой деятельности ребят. Дальше их ждут спортивные соревнования, познавательные экскурсии и социально значимые акции. В лагере интересно. Это не то, что дома сидеть и в телефоны всякие смотреть. В лагерь ты приходишь, ты развиваешься, у тебя появляются новые друзья, ты общаешься с другими людьми и многое другое. Детский оздоровительный лагерь – место, где можно не только весело провести время, но и научиться новому. Педагоги и вожатые лагеря стараются, чтобы дети получили много ярких, незабываемых впечатлений и набрались сил перед новым учебным годом. Ксения Ложкова, Виталий Волков, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. В конце выпуска – коротко о погоде. 8 июня в Десногорске переменная облачность. В течение всего дня ожидаются дожди с грозами. Днём температура воздуха до плюс 21 градуса, ночью – до плюс 13. На сегодня выпуск завершён. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова